Приветствую тебя, коллега, на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Благодарю тебя за то, что ты смотришь эти уроки. Надеюсь, они приносят тебе практическую пользу. Мы рассмотрели способ передачи вашей ссылки при личной встрече. Благодаря возможностям нашей платформы, вы даже людей, с которыми вы встречаетесь вживую, можете приглашать на мероприятия, которые проходят в интернете. Я очень рекомендую вам сделать визитки с QR-кодом, чтобы облегчить этот процесс. Еще раз покажу объявление, которое визит у нас в офисе. Вы можете ограничиться таким вариантом. Если вы внимательно на него посмотрите, то под этим объявлением еще написана и сама эта короткая ссылка через сервис 407. Для чего это сделано? Для тех, кто не умеет пользоваться QR-кодом, он эту ссылочку короткую может, например, написать себе на бумаге. Об этом я рассказывал в предыдущем ролике. А вот теперь мы переходим к варианту, как же эту ссылку передать человеку, если вы общаетесь с ним по телефону. Если у вас нет физической возможности встретиться с этим человеком вживую, тогда вы эту ссылку можете ему продиктовать. Я вам покажу оптимальный вариант, как это сделать. Причем нужно понимать, что приглашение на бесплатное мероприятие на тему здоровья, который проходит в интернете, сейчас, когда все сидят на удаленке, это очень хороший повод для того, чтобы позвонить человеку из вашей структуры. Это очень хороший вариант напомнить о себе. Я вам не предлагаю звонить по холодным людям, хотя это тоже можно делать, но у тех, у кого уже есть контакты телефонов, то есть люди, которые уже знают вас, доверяют вам, и у вас, например, нет повода этим людям звонить, вот сейчас у вас прекрасный повод пригласить их на бесплатное мероприятие. Вы звоните человеку, проводите с ним вступительный диалог, даже не буду рассказывать, как это делается, у всех у вас это хорошо получается, и в процессе диалога говорите, что есть возможность прийти на мероприятие, послушать специалистов, не выходя из дома. Если человек говорит, что да, интересно, как мне туда попасть, вы человеку начинаете диктовать вот эту вот короткую ссылку. Я бы начал с того, что задал вопрос, у тебя сейчас есть возможность открыть интернет? Вот именно в таком формате вопрос понятен людям, что им нужно сделать. То есть подразумевается, что человек открывает браузер, которым он пользуется. Вот я, например, пользуюсь Google Chrome браузер, я его открыл. Что нужно сделать дальше? Дальше нужно человеку продиктовать вот эту ссылку, и попросить его набирать эту ссылку в адресной строке. Вот здесь нужно очень четко человеку объяснить, что адресная строка – это вверху, в самом верху, потому что на некоторых окошках, в некоторых браузерах, когда они открываются, кроме адресной строки, есть еще строчка, которая называется поисковая. Она более видная, расположена ближе к середине экрана, и довольно часто люди начинают набирать адрес вот этот в поисковой строке. Это приведет к не совсем нужным нам действиям. То есть сайт будет искаться, а не открываться. Так как вы не видите, что сейчас набирает человек, не можете проконтролировать правильность его действия, чтобы избежать ошибок при наборе, я вам рекомендую вот эту длинную строку не диктовать человеку полностью. Почему? Потому что довольно часто люди ошибаются при наборе .ru. Кто-то вместо точки ставит запятую, кто-то вместо .ru пишет .ru по-английски. Очень часто ошибаются при наборе вот этого символа, знака разделителя, косая черта. И любая эта ошибка приводит к тому, что адрес набирается неверно в адресной строке, и сайт не открывается. Поэтому я вам предлагаю эту короткую, но все-таки для кого-то длинную ссылку, набор ее разделить на две части. То есть вначале мы набираем первую часть, то есть вначале мы переходим на сайт 407.ru, а чтобы это сделать, необходимо в адресной строке набрать 407.ru и по-английски, обязательно по-английски набрать.ru, и нажать клавишу Enter. Вот если человек все сделал верно, у него на экране появляется сайт 407. Вот так он выглядит. После того, когда человек нажал клавишу Enter, спросите, что он видит. Появилось ли у него название, официальный сайт 407.ru и строка, в которой просят ввести цифры. Видите, тут даже написано. Введите полученные по телефону или через интернет номер. Это увидит человек, если он верно набрал адрес. Если при наборе 407, вместо точки поставится запятая, вместо ру напечатается там ру по-русски, то есть будет совершена ошибка при наборе адреса сайта. И человек нажимает клавишу Enter, адресная строка начинает работать как поисковая. Браузер понимает, что адрес неверно, то есть нет такого сайта, и он начинает его искать. И, конечно, человек у себя на экране увидит не вот это, а увидит поисковую выдачу. Опять же задайте вопрос, что ты видишь. Если он вам будет говорить, что он видит там сервис коротких ссылок, там какая-нибудь еще фигня, там автомойки или еще что-то, значит человек неверно набрал адрес. Но вы его, пожалуйста, успокойте и скажите, что первое, что ты видишь, первая строчка, написано 407.ru, официальный сайт. Есть такая надпись? Он говорит, есть. Нажми на нее. Человек нажимает и попадает все-таки на сайт 407.ru. Дальше все очень просто. Вот в этой строке, на которую даже указывает стрелочка, человек должен набрать ваш реферальный код. Следующий этап номер 2, мы набираем, уже находясь на сайте 407, вот этот реферальный код. Это цифры, ошибиться в них довольно сложно. Обязательно щелкнули мышку в строчку и начинаем набирать 273.411. Вот это мой реферальный код. Он ведет на наш сайт по моей личной ссылке. То есть ведет на наш командный сайт, но люди приходят от меня. Сайт благодаря этому коду понимает. Нажимаю перейти и открывается наш сайт вебинара. Вот так он выглядит на компьютере. Все, задача решена. Человек перешел по вашей ссылке на наш сайт. Если во время разговора у человека нет возможности открыть сайт, ну нет возможности, вы тогда ему продиктуйте эту ссылочку полностью. Уточните внимание, что это именно точка, что RU это по-английски надо написать, что вот это значок, это косая черта, знак разделить. Правильно продиктуйте свой реферальный код. Скажите, что никакие пробелы здесь не ставятся. Человек попробует самостоятельно набрать эту строчку, когда у него будет возможность подключения к интернете. Но вы, пожалуйста, ему скажите, что если возникнут какие-то вопросы, перезвони мне, когда у тебя будет интернет, и я тебе помогу. То есть пройдитесь вместе с ним вот по той схеме, которая вам сейчас только продиктовал. Сделайте это несколько раз, вы увидите, что ничего сложного в этом нет. Когда человек все-таки перешел на наш сайт по вашей ссылке, пожалуйста, попросите его, чтобы он этот сайт сохранил у себя в закладках. Как это делается, есть отдельный ролик в техническом уроке ссылки на необходимые ресурсы. Это избавит человека при следующем заходе вот от этих лишних действий. Благодарю вас. Смотрите следующий ролик.